Я читаю книгу «Исход» из Ветхого Завета, главу тридцать девятую. Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священную одежду Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного вессона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и вессонными нитями искусною работой. И сделали у него нарамники, связывающие на обоих концах своих он был связан. И пояс ефода, который поверх его одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного вессона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни они ксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники ефода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею, и сделал на перстник искусную работу, такой же работой, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного вессона. Он был четырехугольный, двойной сделали они на перстник, в пядень длиною и в пядень шириною. Двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни. Рядом рубин, топаз и зумруд. Это первый ряд. Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризалив, оникс и яспис. И вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых, двенадцать было их, по числу имен их, И на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для двенадцати колен. К наперстнику сделали толстые цепочки, витой работой, из чистого золота. И сделали два золотых гнезда и два золотых кольца, и прикрепили два кольца к двум концам наперстника. И вдели обе плетенные цепочки из золота в два кольца по концам наперстника. А два конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам, и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой его стороны. Еще сделали два кольца золотых, и прикрепили к двум другим концам наперстника на той стороне, которая находится к ефоду внутрь. И еще сделали два кольца золотых, и прикрепили их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, усоединение его над поясом ефода. И прикрепили наперстник к кольцам его, к кольцам ефода, посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтобы не отставал наперстник от ефода, как повелел Господь Моисею. И сделал верхнюю ризу к ефоду, тканую всю из голубой шерсти, и среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг его обшивку, чтобы не дралась. По подолу верхней ризы сделали не яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из вессона, тканые, и кедар из вессона, и головные повязки из вессона, и нижнее льняное платье из крученного вессона. И пояс из крученного вессона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полированную дощечку диадиму святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати, «Святыня Господня», и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кедару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скини и собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею скинию покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее. Покров из кож баранних красных и покров из кож синих и завесу закрывающую, ковчег откровения и шесты его, и крышку, стол со всеми принадлежностями его и хлебопредложения, Светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем и все принадлежности его, и елей для освещения, Золотой светильник и елей помазания, и благовоние для курения, и завесу ко входу в скинию, Жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножия его, Завесы двора, столбы и подножия, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания. Одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священно-действия, Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, Как повелел Господь, так и сделали И благословил их Моисей.